Краткая история аккумулятора из лития. В 1970 году химик Майкл Уиттинген показал миру первый образец литиевого аккумулятора. Его основу легли десульфид титана и молибдена, которые могли принимать на себя ионы лития. Однако такой тип батареи работал при напряжении всего в 2-3 вольта. В 80-х ученый Гуденав усовершенствовал конструкцию аккумулятора, взяв за основу кабальтит, и феррофосфат лития. Эти материалы позволили увеличить напряжение до 4 вольт. Современный вариант батареи начал выпускаться с 1991 года компании Sony. Правда, что аккумуляторы изнашиваются от полного заряда. Во время использования заряженного аккумулятора ионы лития переносят заряд от катода к аноду. Когда пользователь ставит батарею на зарядку, не все частицы возвращаются обратно. Некоторые ионы остаются в электролите, из-за чего общий показатель емкости снижается. И при дальнейшем использования заряда хватает на меньшее время. И когда аккумулятор полностью заряжен или разряжен, все больше частиц оседают в одной из его частей. Поэтому батарея действительно изнашивается от полного заряда. Интересный факт. Производители современных телефонов добавляют функцию ограничения батареи, которая не позволяет заряжать ее выше выбранного значения. Аккумуляторы рассчитаны примерно на 500 полных зарядных циклов. Но грамотное использование и бережные отношения помогут существенно увеличить срок службы.